Сегодня в Нур-Султане начался двухдневный международный горно-металлургический конгресс. Ежегодное мероприятие в этом году проходит в 12-й раз и выполняет роль диалоговой площадки, объединяющей профессионалов отрасли не только из Казахстана. На месте события работает наша съемочная группа и на прямой связи Асхат Ниазов. Приветствую. Какие вопросы? Какая программа, Асхат? Приветствую, Алмаз. Программа самонасыщенная. Будет очень много сессий, и пленарное заседание, если я не ошибаюсь, будет после обеда. Вот за моей спиной, если вы можете видеть выставку, сейчас попрошу наших режиссеров показать видео, которое мы отправляли с этой выставки. Мы немного, конечно, прогулялись. Здесь представители сектора, представители самых крупных компаний рассказывали и показывали, какие достижения у них есть на сегодня. Вот лично меня, как, наверное, обычного зрителя, не специалиста в этой сфере, привлек внимание стенд МЧС, потому что там рассказывали, как сегодня есть такая актуальная проблема, безопасность горняков. И вот, например, МЧС показывало, что у них на сегодня уже есть такое оборудование, что они, например, когда в шахту спускаются, все понимают, что там может быть после аварии, нулевая видимость. У них есть оборудование, с помощью которого они, например, могут даже найти следы человека. То есть они мне прям показывали, ладно, от руки, да, то есть там просто тепло. Но если даже человек там прошелся и задержался какое-то время, они могут найти с помощью этого оборудования в условиях нулевой видимости следы человека и как-то побыстрее найти шахтеров, которых потеряли при каких-то авариях. Но у меня сегодня здесь очень интересный спикер, глава Союза промышленников вторичной металлургии Владимир Дворецкий. Владимир Якович, приветствую вас. Спасибо, что выделили время в сегодняшнем плотном графике. Владимир Якович, у меня такой вопрос первый. Я вот когда вас сегодня встретил, вы сказали, что вы ждете заместителя премьер-министра Токжанова. Что вы хотели у него спросить? Для чего вам оно нужно? Ну, я хотел, во-первых, сказать, что реально низкоуглеродная металлургия, о которой президент давно уже говорит, она очень актуальна. Это первое. Второе. Речь идет в основном о социальной ответственности бизнеса. То есть каково социальное самочувствие работников этой сферы? На сегодня, только честно, есть она эта социальная ответственность? На сегодня, вот я вам сейчас как раз к этому делу и веду. Дело в том, что никакая низкоуглеродная металлургия не может обойтиться без лома черных металлов. Лом у нас в стране заготавливался всегда на уровне 3,5 миллионов тонн. То есть это минимум в два раза больше внутренней потребности. Участвуют там примерно 100 тысяч человек. Ну, как можно рассматривать ситуацию, когда человек, который этим занимается 15 лет и является профессионалом, его даже не пригласили, хотя раньше приглашали. Себя имеете в виду? Я имею в виду себя, да. То есть ваш как главу промышленника вторичной металлургии сегодня не пригласили? Да, как главу промышленника. Сегодня, именно сегодня не пригласили, хотя до этого постоянно приглашали. А почему? Я выступал. Вопрос почему? Вопрос о том, что социальная ответственность по отношению вот к этим людям, которые занимаются ломом, она отрицательная, даже не нулевая. Почему? Потому что у нас в стране больше двух лет действует незаконный запрет на экспорт лома. То есть мы практически не можем его собирать. Если раньше мы собирали три с половиной, то сейчас в условиях незаконного запрета максимум полтора. Это первое. Можно уточнить, что значит незаконный запрет? Незаконный запрет, когда отсутствует нормативный акт, согласно которому запрещается, а по устной команде КТЖ не дают возможность нашим предприятиям отгружать лом туда, куда они хотят. Для чего это делается, как вы считаете? Это делается для того, чтобы уронить цену на внутреннем рынке, закрыть страну, уронить цену на внутреннем рынке, и чтобы металлурги заработали незаконную прибыль, которая вот за эти два года у них, они ее заработали, 30 миллиардов тенге. Но наша отрасль за счет того, что закрыли рынок, она упала примерно на 150 миллиардов тенге. То есть государству реально нанесен ущерб 150 миллиардов тенге, а в это время металлурги на нерыночном падении цены заработали 30 миллиардов тенге. Ну разве экономика выдержит, если мы забираем 150, а кому-то отдаем 30? С каких пор это происходит? Это происходит с мая 2020 года. Что случилось в мае 2020? 2020 года была дана команда к этажей не грузить лом, и лом перестали грузить и в Россию, и в Узбекистан, и в Турцию, и в Иран, и в Европейский Союз, Украину и так далее, везде. Других альтернатив нету, кроме как железной дороги? Нет, лом грузится, черный металл грузится только вагонами на большие расстояния, машинами, это внутренние перевозки. Иногда вблизи границ, если лом образуется, можно возить машинами, но на машины тоже есть запрет. То есть практически незаконно закрыли полностью рынок. И мы из 3,5 миллиона купали примерно до 1,5. Отрасль потеряла минимум 150 миллиардов тенге. Это не собранный лом, это рабочие места. Вот 60% этих 150 миллиардов, это деньги самозанятых. У нас в стране их 100 тысяч человек. Вот эти 100 тысяч человек не получили порядка 100 миллиардов тенге. Хотя они зарабатывают в месяц 100-150 тысяч тенге, и для них это выживание, это не бизнес. Вот здесь социальная ответственность. Вот я, господина Тукжанова, хочу спросить, чувствуете ли вы какую-то ответственность по отношению к этим людям? Сейчас вы будете красивые картинки показывать, что, дескать, металлурги заботятся. А из каких денег они заботятся? Из всех 30 миллиардов, которые у нас забрали? Ясно. Он сегодня на пленарное заседание должен прийти после обеда? Нет, он сейчас должен прийти. А, сейчас уже должен прийти. Ну, давайте попробуем и мы у господина Тукжанова спросить, почему сложилась такая ситуация. Эфир не резиновый. Я передаю слово студии. Мы продолжаем работать на Международном горно-металлургическом конгрессе. Если будут какие-то интересные новости, мы обязательно о них расскажем. Алмаз, есть вопросы еще? Да нет, вполне развернуто. Будем ждать новостей дополнительных. Асхат Нязов был с нами на прямой связи. Идем дальше.